МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. У них одно желание на всех. Более полутысячи детей участников СВО собрала губернаторская елка в ЯО. Это их вклад в общую победу. Волонтеры ЯО продолжают поддерживать земляков, участвующих в специальной военной операции. Сказки в стикерпаках. Молодые инженеры из многих регионов страны приняли участие в конкурсе Биробиджанского кванториума «Символы России». Тосовский калейдоскоп. Праздник для детей Биробиджана организовали активисты самоуправления областного центра. Ежегодная губернаторская елка собрала детей ЯО в областной филармонии. На этот раз ее гостями стали дети, отцы которых защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Больше 500 ребятишек отправились в новогоднее путешествие вместе с шутами с комарохами. Они завлекли детей в зал филармонии, где продолжилась праздничная программа. На громкое веселье пришли самые долгожданные герои. К Новому году подоспели Дед Мороз и Снегурочка, которые предложили посмотреть сказку. Сказки радость побеждает, сказка учит нас любить, сказки рыбы, звери, птицы начинают говорить. Герои разных сказок встречаются в одном спектакле. Все начинается с Водяновой и его дочери, которые проснулись раньше того, как растаял снег, чтобы встретить Новый год. К ним приходит Дюймовочка, которая ищет принца, а потом и Емеля, который любит полежать на печи. Зайцы-лиса, не поделившие избушку. Всех их объединяет одно – вера в то, что все желания сбудутся. Сказочный спектакль превращается в волшебное представление, поскольку Снегурочка с Дедом Морозом соглашаются исполнить все, что загадали персонажи, но с одним условием. А я хочу вспомнить волшебные слова. Ну, что все желания исполнялись. А ну, ты встань. А давай так. Ты весь год не будешь лепиться, будешь трудиться, а я с тобой поближу. Пусть пока не все мечты возможно осуществить, но Дед Мороз над этим работает, как и те, кто помогает ему исполнять детские желания. Ведь сладкие подарки получат не только гости сегодняшней елки. Больше 12 тысяч детей, жителей нашей области, из числа многодетных семей, деток, имеющих статус ребенок-инвалид, и дети, сироты и оставшиеся без попечения родителей, неважно, где они проживают, в детском доме или в приемной семье, они тоже получат подарки от губернатора при поддержке партии «Единой России». Детям, чьи отцы находятся на фронте, продолжат организовывать совместный досуг, чтобы они чувствовали духовную и моральную поддержку. А все, что они сегодня загадают, обязательно сбудется. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Оказывать всевозможную помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, продолжают неравнодушные жители России, в том числе и Еврейской автономной области. Так, участники волонтерского движения «Девчонки из Барабиджана» с самого начала поддерживают ребят на передовой. В преддверии, конечно, Нового года Рождества, мы не смогли остаться в стороне. Мы понимаем, что, может быть, не столь важны сегодня сами эти подарки, но столь важно внимание. Поэтому совместно с организациями, школами, детскими садами, транспортной компанией нам были организованы. И сегодня практически уедет тысяча килограмм будущих поздравлений нашим бойцам на СВО. Активную поддержку волонтерам оказывает и предпринимательское сообщество, помогая в сборе и отправке посылок. Одна из транспортных компаний ЕАО доставляет посылки, отправленные участникам СВО. Мы более года уже помогаем нашим ребятам в зоне специальной военной операции, сотрудничаем с волонтерскими движениями «Девочки из Барабиджана» и «Руки Ангела». Считаем то, что наша помощь очень необходима. Делаем все возможное для нашей победы. Формируя посылки для ребят, волонтеры стараются отправлять самое необходимое. То, что сейчас необходимо солдату. Теплые вещи, средства личной гигиены, элементы экипировки. Не забывают и о простой весточке из дома. Письме, где просто по-человечески можно выразить слова благодарности и пожелать скорой победы. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Итоги всероссийского конкурса «Символы России», разработанного наставниками детского технопарка «Кванториум» в Барабиджане, подвели накануне. Порядка восьми сотен ребят школьного возраста представили в цифровом рисунке, графическом дизайне и стикер-паках символы государства сквозь призму российских традиций. Четверо биробиджанцев заняли победные и призовые места. Несмотря на высокую конкуренцию. Честно сказать, я даже не думала о победе. Я просто решила принять участие чисто для своего опыта. А так, в программе я новичок. Из регионов прислали порядка 250 различных стикер-паков, среди которых была и работа победившей участницы биробиджанского «Кванториума». В 14 лет Кристина занимается графическим дизайном, создаёт рисунки в 2D, логотипы, стикеры и открытки. Она не боялась экспериментировать с формами, представив в стикерах для социальных сетей главного героя сказки по щучьему велению в новом формате. Добавила к медведю и матрёшке живую красную икру и маринованные огурчики. Сначала надо сделать эскиз, потом более-менее точечно проработать и только потом перекидывать его на компьютер и делать в программе. Щуку, допустим, я нашла в сказке, вспомнила, потому что эта сказка мне нравилась очень. Огурцы и хлеб с маслом и икрой я решила сделать, так как они вечно у нас стоят на новогоднем столе. Юные биробиджанцы решили попробовать себя и в цифровом рисунке. Художественные техники для ребят из Центра детского творчества привычные, а вот к электронной кисти надо было привыкнуть, и у них получилось. Дети из столицы ЯО взяли два вторых и одно третье места среди 350 жителей страны, которые также боролись за места. Биробиджанцы представили обрядовые праздники русских красавиц, медведей и лесные просторы. Иногда два-три занятия или четыре для этого нужно будет, потому что это нелегкий процесс. Потому что сначала нужно привыкнуть к предмету, и что там же мышка рисуется не пальцем, как ты можешь рисовать. Для любителей двухмерных иллюстраций, трехмерных изображений, реалистичных объемных объектов также были созданы отдельные номинации. Здесь символами России стали матрешки, автомобили космоса и другие удивительные задумки, связанные с российской символикой, которая вызвала у молодежи бурное желание в широком показе своего творчества. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Новогоднее настроение и праздник подарил детворе Биробиджана актив территориального общественного самоуправления. Практически все микрорайоны областного центра посетила творческая группа, участники которой своими силами подготовили программу. Написали сценарий, изготовили костюмы, сыграли все роли. Оно уже традиционное мероприятие. Это сегодня четвертый год, когда вот такой калейдоскоп, он называется у нас Тосовский калейдоскоп, когда мы охватываем вот наши такие микрорайоны, готовим детям праздник, дарим подарки, желаем новогоднего настроения детям и жителям. Это здорово. Один из таких утренников прошел на Бумагино, собрав несколько десятков жителей микрорайона. Для ребят подготовили настоящее сказочное представление с былиными героями и персонажами. Но больше всего ребята ждали, конечно же, Деда Мороза. Своими творческими представлениями дарят радость и волшебство нашим детям. Вот сегодня проходит утренник на Бумагино-1. Это центральный утренник на самом микрорайоне. Дети пришли, радуются вместе с родителями, потому что уже через неделю у нас Новый год. Я думаю, что дети получат огромный позитив, а самое главное, уйдут с небольшими подарками. Дети и родители принимали самое активное участие в представлении. Водили хороводы, соревновались в викторинах и конкурсах. Уйдя домой с хорошим настроением и переполненные эмоциями. Веселье на морозе всегда заряжает энергией, позитивом, радость для детей. Очень здорово смотреть, как горят их глаза, как они радуются Деду Морозу. Хочется поблагодарить людей, которые все это делают. Сказать им большое спасибо. В сам Новый год и последующие праздничные дни для жителей Биробиджана также подготовлена обширная развлекательная программа. Посмотреть выступления творческих коллективов автономии можно будет на площади Ленина. Поиграть в городском парке культуры и отдыха. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин. Новости 21. Денис Листюхин. Новости 21. Денис Листюхин. Новости 21.